Добрый вечер, в эфире спецпроект «Пограничная зона». Сегодня мы говорим о шестилетней годовщине аннексии Крыма и, в принципе, тех событиях, которые, к сожалению, опять развиваются в Украине. Новый акт агрессии со стороны оккупационного режима в Донбассе. Сегодня у меня в гостях представитель президента Украины по автономной республике Крым Антон Кореневич. Спасибо за участие в передаче. Я очень рад вас видеть в Грузии. У Грузии и Украины, к сожалению, много смежных, похожих проблем. Первый вопрос, который я должен задать по последним событиям нападения и атаки со стороны оккупационного режима. Что произошло, если вы в курсе вообще происходящего сейчас там, потому что вы с визитом в Грузию находитесь. Украинская власть говорит о том, что это атака российских военных на украинских воинов, которые там, позиции украинские. В России уже все средства массовой информации кричат про то, что украинские войска пошли нападать на Луганск, на Донбасс и так далее, и местное ополчение отразило эту атаку. Что случилось? Ну, во-первых, мы же понимаем, что никакого местного ополчения нет. Есть Российская Федерация, есть ее оккупационная администрация, есть, соответственно, незаконное вооруженное формирование, которое находится под эффективным контролем Российской Федерации. Безусловно, все такие действия, они являются срежиссированными, и мы видим четко, что пошли в атаку незаконное вооруженное формирование, которое находится под эффективным контролем Российской Федерации. Естественно, ни о каком нападении со стороны Украины речи быть не может. Мне кажется, что это сделано со стороны Российской Федерации подконтрольных вооруженных и групп сознательно, Потому что сейчас мы входим, по сути, в очень такой трагичный момент для Украины. Мы сейчас вспоминаем Майдан, мы сейчас вспоминаем годовщину оккупации Крыма. Мы скоро будем говорить об этом на разных форумах, на разных площадках. Мы вспоминаем Дебальцево, мы вспоминаем Минские соглашения. Поэтому, скорее всего, это действительно акт, который нацелен на то, чтобы именно уязвить Украину. В чем, на ваш взгляд, логика? Идут, вроде как, как мы слышим посредством массовой информации, какие-то, ну, может быть, медленные, может быть, не особо, к сожалению, приводящие к результатам переговоры о мирном урегулировании. Ну, вот такие форматы, их надо как-то тонко определять, потому что понятно, что мир завтра не придет. Но вот наметилась тенденция в отношениях Украины-России, что о чем-то пытаются договариваться. Обмен военнопленными произошел, часть его, возврат какого-то долга, 3 миллиарда, которые Россия вернула Украине, произошло. Почему вдруг опять эта атака и убийство людей? Ну, на самом деле, логику сложно понять, но я думаю, тут как раз имеет значение то, что это символичный период, символичные даты и, возможно, желание напомнить о чем-то или напомнить о какой-то ситуации, о каком-то факте. Как бы это ни было, Украина, безусловно, нацелена на мирное разрешение конфликта на Донбассе. Для Украины очень важно возвращать наших граждан. Ну, а для нашего офиса, для нашего председателя очень важно, чтобы были возвращены люди, крымчане, крымские татары, украинцы, которые находятся в заперти или на территории оккупированного Крыма, или на территории Российской Федерации. Мы верим, что это обязательно произойдет. Шесть лет назад был оккупирован, аннексирован Крым. Прошло шесть лет. Вот у вас офис представительства в Автономной Республике Крым. Чем конкретно, во-первых, офис занимается? Во-вторых, вы говорите, мы верим в мирное урегулирование, а мы видим, что стреляют. Где оно, мирное урегулирование? Все-таки я обозначу, что мы работаем по Крыму. Можно по Крыму, но стреляют тоже в Украине. Я понимаю вас, безусловно. Наш офис работает в двух городах, в Киеве и в Херсоне. В Херсоне мы занимаемся больше тактическими вещами, как-то помощь гражданам, помощь предоставления услуг. То есть то, что касается защиты их прав, прав внутричнепремещенных лиц или лиц, которые приезжают на территорию Херсонской области с территории Крыма. Потому что Херсонская область – это первая область. Это область, которая имеет административную временную черту с временно оккупированным Крымом. Поэтому в Херсоне мы занимаемся защитой прав крымчан. Это тактические офиски. И мы занимаемся стратегическими вещами. То есть это, по сути, наше намерение держать тему Крыма всегда на повестке дня. Как на внутренне национальном поле, так и на международном поле. Это работа законодательная. Это направление переходного правосудия. Это направление общения с международными партнерами. То есть Киев – это больше стратегический офис. Чем мы занимаемся – это законодательная работа, это взаимодействие с политическими органами коренного крымско-катарского народа, это права человека, это переходное правосудие, это аналитика, мониторинг и все, что связано с той ситуацией, которая происходит в Крыму. Вы сказали, извините, про вынужденных перемещенных лиц. Например, из Крыма сколько таких людей есть? Конечно, безусловно, из Крыма есть официальные данные, что внутреперемещенных лиц на другую территорию Украины, потому что Крым, безусловно, территория Украины, немногим более 40 тысяч, но это лишь официальные данные, лишь те граждане, которые получили справку внутреперемещенного лица. На самом деле крымчан намного больше переместились из Крыма после временной оккупации на материковую часть Украины, просто не все из них имеют эти документы. Большая из них часть находится в Киеве, в Киевской области и в Херсонской области. Касательно Донбасса, ну опять-таки, мы надеемся на то, что путь переговоров и международные форматы переговоров и помощь международных партнеров все-таки приведут нас к решению этого конфликта. Это вызывает очень большие вопросы у всех, честно говоря. В Грузии, вы знаете, своя проблема, тоже оккупированные территории, тоже там воруют, похищают, разных происходят, к сожалению. Не так, конечно, нет горячей стадии конфликта, как есть в Украине. Украинская власть в принципе последние полгода особенно говорит о каких-то вот этих мирных урегулированных, и в принципе 70 с чем-то процентов голосовавших за власть хотели мира, урегулирования, каких-то вот этих хороших вещей. Но мы видим, что с российской стороны никто ни про какие урегулирования не говорит и стреляют. Как вы видите в плане Крыма, например, стратегию Украину, вашу стратегию на, вы говорите, возврат временно-оккупированной территории, Кремль говорит, все наше, никогда не вернем дальше. Вы знаете, безусловно, очень важный фактор, который влияет на повестку дня, это то, что на Донбассе продолжаются бои, и мы видим, что бои довольно серьезные, возобновляются время от времени. Но вы знаете, по Крыму я скажу, что независимо от того, что там почти не стреляли и почти не было горячей фазы, ситуация на самом деле не на многом лучше. То есть да, там нет горячей фазы вооруженного конфликта, но это такой же международный вооруженный конфликт, это такая же оккупация. Это ситуация, когда люди боятся говорить друг с другом, это ситуация, когда люди молчат на улице, это ситуация, когда люди боятся сказать свою точку зрения, это ситуация, когда за любым человеком может прийти какой-то правоохранительный орган государства-оккупанта. То есть на самом деле по масштабам нарушения прав человека, по масштабам совершения военных преступлений, преступлений против человечности, Крым, я думаю, сопоставим с Донбассом. Мы можем хоть что-то конкретное сказать, вот, например, права человека и военные преступления назвать несколько? Да, безусловно. То есть мы говорим о нарушениях права человека и о военных преступлениях как о самых серьезных нарушениях права человека. Безусловно. Что это? Это призыв граждан Украины на воинскую службу вооруженной силы Российской Федерации. То есть когда крымчан принудительно призывают служить в вооруженных силах РФ. Это самое массовое... Принудительно, например, это как? Это призыв. Это призыв. То есть это призыв, когда ты не имеешь возможности отказаться. То есть это, наверное, самое массовое военное преступление. Это насильственное исчезновение. Сколько мы имеем случаев, когда, скажем, крымско-татарские активисты были похищены, неизвестно до сих пор их судьба. Это пытки. А сколько случаев? Ну, примерно. Ну, очень много. Скажем так, сейчас находятся на территории Российской Федерации, либо на территории Крыма в заперти, по сути, либо в СИЗО, либо в тюрьме, около 116 граждан Украины, которые, по сути, являются политическими узниками. То есть, это люди, которые не совершили преступления. А за что, хотя бы на официальном, формальном уровне их сажают в тюрьму? За позицию гражданскую, раз. Ну, вот им же как-то что-то надо инкриминировать. Безусловно. Нельзя же инкриминировать позицию. Иногда можно, но что особо часто инкриминируется, это связь с экстремистскими или террористическими организациями. Это кто? То есть, условно говоря, есть очень большой набор кейсов. Это очень большой набор кейсов в религиозных организациях из Буттахрир, которая в Украине является абсолютно законной и правомерной. Государство Украины ничего не имеет против этой организации. Российская Федерация определила ее как экстремистская. И теперь, условно говоря, любой человек, который может быть замечен где-то с кем-то, с чем-то, без какого-то конкретного деяния, может быть обвинен в экстремистской деятельности, это может быть 5, 8, 10, 12, 20 лет лишения свободы. И таких случаев у нас очень много. С такими сроками большими? Большими сроками, да. Безусловно. Понятно. Как-то получается помощь оказывать юриде? Я не знаю, как вот получается. Безусловно. В Крыму есть адвокаты, которые, по сути, жертвуя всем, тоже наражая себя на опасность, работают с этими кейсами. Мы им очень благодарны за это. Украина и украинские правозащитные организации, как могут, их тоже поддерживают. То есть, каким-то образом, безусловно, правовую помощь она предоставляется. Но, естественно, решения оккупационных судов, вы же понимаете, какие бывают. ЕСПЧ или международные какие-то организации занимаются? Безусловно, ЕСПЧ подаются заявления по этим делам и также подаются самые такие, скажем так, яркие примеры, документируются и подаются в ГАГУ, в Офис прокурора Международного уголовного суда, как факт возможного совершения военных преступлений оккупационным режимом. В Украине спустя шесть лет верят, что Крым вернется в состав Украины и перестанет быть оккупирован? Вы знаете, вот скажу про себя и про моих коллег, если бы мы не верили, мы бы не работали с этим вопросом. Нет, ну вы должны помогать, у вас долгая работа. Верим, нет, верим, вот честно верим. Мы не ставим себе вопрос «если», мы ставим вопрос «когда» и пытаемся сделать, чтобы как можно быстрее. В Украине верят, надеются, что очень для нас важно, мы видим и чувствуем, что крымчане тоже этого хотят. На самом деле нет никакой русской мечты, нет никакого русского мира, который был бы приятен крымчанам. Крымчане видят большие проблемы. Опять-таки вот эти все нарушения прав человека, ущемление бизнеса, милитаризацию образования. То есть в школах буквально преподают военные науки. Юнармия работает, то есть это отдельные движения, по сути, в школах. Казачьи классы, казачьи школы. Это все фиксируется, это все люди видят. Проблема с медициной, проблема с качеством лекарств. То есть на самом деле это никакая не витрина. И на самом деле это очень серая зона, из которой, я уверен, те же крымчане очень хотят вернуться в правовую Украину. Граждане России, которых там, я не знаю, 140 с чем-то миллионов человек, из них огромная часть верит, что крымчане очень хотели вернуться, стать частью Российской Федерации, жить в Российской Федерации. Провели референдум, как это везде объявляется, 6 лет назад. И вот они выбрали быть частью России. На ваш взгляд, сейчас или 6 лет назад, какая часть, просто если по-человечески, юридически я все понимаю, что это все незаконно, какая часть людей действительно там могла этого хотеть или сейчас, может, изменилась? Вы знаете, и касательно февраля-марта 2014 года, и касательно 2020 года, мы можем с уверенностью сказать, что большая часть крымчан не ходила, не принимала участия вот в этих событиях в марте 2014 года, не ходила. Эти цифры нарисованы. Они, юридически мы языком не будем говорить, то есть люди не ходили на эти мероприятия. И, соответственно, сейчас очень многие люди не поддерживают то, что творится в Крыму. Хорошо. Спустя 6 лет конкретно что можно делать, что вы можете делать, я не знаю, власти, международное сообщество, о чем говорить с Путиным, который, как видимо, минимум 4-5-6-7 лет еще будет руководить Россией. Конкретно что делать? Потому что фраза про мирное урегулирование – это прекрасно. При этом стреляют, убивают и так далее. Делать что? Ну, касательно Крыма, мы видим две очень важные позиции, по которым нам нужно работать. Первое – это нам нужно выводить на повестку дня какой-то международный формат по Крыму. То есть, по Донбассу, несмотря на все то, что вы говорите, у нас есть международный формат. Но Россия не пойдет в международный формат. Международный формат переговоров, я думаю, по Крыму нам нужен. Может быть, сначала без участия государства-оккупантов. Но нам нужно привлечь внимание международных партнеров и сделать это постоянным систематическим событием, постоянной систематической работой, а не вспомнить об этом, условно говоря, несколько раз в год. Поэтому, я думаю, это очень важное задание. Это уже работает? Кто-то работает над этим? Мы работаем над этим, я скажу так. Очень в общих фразах, потому что не люблю говорить о том, пока ничего нет сделанного. И второй момент, очень важный, это то, о чем говорит президент, это связи с нашими гражданами. То есть, пока мы не можем временно контролировать нашу территорию, автономной республики Крыма, города и Севастополь, мы должны сохранять связи с нашими гражданами, чтобы они чувствовали, что мы их государство, мы их родина, а не государство-оккупант. И это, на самом деле, тоже очень большая комплексная задача, которая состоит из очень многих элементов. У меня сразу два уточняющих вопроса. Один вопрос. Я правильно понимаю, что вы отделяете урегулирование Крым и урегулирование Донбасса? Нет. Я просто говорю о том, что я работаю по Крыму. Я понимаю. Мы понимаем, что корень... Государство разделяет эти понятия или нет? Я думаю, что прекрасно ясно, что корень один, и, условно говоря, вооруженный конфликт не закончится, пока не будет освобожден Крым. Если с Донбасса ушли, все договорились, границы восстановили полностью, вообще давайте представим, пока этого нет, но представим, контроль у Киева, все хорошо в этом плане, а Крым – часть России. Это для нас не вариант. О Крыме нельзя забыть, и Крым нельзя вывести за скобки. Война в Украине, вооруженный конфликт на территории Украины, то есть ясный вооруженный конфликт с участием третьего государства. Это международный вооруженный конфликт, это не внутригосударственный конфликт. Закончится только тогда, когда Крым будет освобожден. Понятно. Вы сказали про... И Грузия тоже старается это делать. Общение, диалог с жителями оккупированных территорий. Абхазия, так называемая Южная Осетия, какие-то программы, медицинские, образовательные и так далее. А в Украине, вот сейчас я буквально последние несколько недель слышал, что в Крыму какие-то проблемы с поставкой воды, и Киев эту воду Крыму не дает. Это диалог с жителями оккупированной территории? Я думаю, что это просто вопрос немного другого характера, плана. Я не знаю. Наш орган, наше представительство стоит на том, что решение не давать сейчас воду в Крым, оно правильное, потому что есть государство-оккупант Российской Федерации, которую мы не звали в Крым. И по международному гуманитарному праву, в частности по Женевской конвенции о гражданском населении, 4-й Женевской конвенции, государство-оккупант обязано обеспечивать все потребности гражданского населения. Но оно не обеспечивает, у людей нет воды. А вот Киев дал, и люди решили, хороший Киев. В том-то Киев хороший и так, и без этого. Тут важно понимать, что есть разные исследования, и они подтверждаются, что воды для нужд гражданского населения там хватает. А есть еще промышленность, а есть еще военные базы, есть еще солдаты, офицеры. И тогда могут быть вопросы. Для нужд гражданского населения там воды хватает. То есть эта вода используется для вот этой военщины, которая там развивается? Безусловно. А военщина там, как вы говорите, развивается очень серьезно. С 2014 года что-то в этом плане, в плане присутствия вооруженных сил Российской Федерации в Крыму, как изменилось, не изменилось? Мы видим, что, по сути, в Крыму, скажем так, вдоль южного берега, собраны серьезные войска, которые нацелены на создание щита, по сути, на защиту. И это очень важный форпост для государства оккупантов в Черноморском регионе. Там есть корабли, которые несут ракеты «Калибр», которые являются серьезным вооружением. То есть это, по сути, такая большая, действительно, военная база для Российской Федерации в Черноморско-Азовском регионе. У себя 6 лет. Поддержка международного сообщества, вас она устраивает ее уровень? Вы эту передачу, они посмотрят, поэтому можно сказать, если вдруг нет. Хочется больше Крыма на международной повестке дня. Ну, то есть, чтобы эта тема вернулась активно? Она и так есть. Она и так есть. Мы видим поддержку международных партнеров, в частности Грузии, мы видим поддержку международных организаций, мы видим постоянное принятие резолюций в международных организациях, в частности, Генеральной Ассамблеи ООН, Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Но нам хочется больше Крыма на международной повестке дня, более систематической работы по Крыму. Спасибо. Последний вопрос. Вы приехали в Грузию. Я не знаю, успели ли вы что-нибудь посмотреть, но вы, наверное, знаете, что у Грузии тоже свои проблемы похожие. Вы не были на оккупированных территориях, на линиях оккупации? Мы поедем завтра туда, в Одессе, если я правильно. Да, понятно. Ну, вы, в общем и целом, наверное, представляете, что происходит. Значит, линии оккупации продвигаются, такой новый прекрасный термин – бордеризация. Постоянно. То есть, новая-новая-новая территория Грузии становится частью оккупированной территории. Что бы вы, может быть, с Грузией, если у вас есть какие-то стратегические партнерства, сотрудничества в сфере именно оккупации, есть ли какие-то инструменты взаимодействия между Украиной и Грузией? Безусловно. Сегодня мы встречались с представителями вашего правительства, мы встречались с представителями вашего парламента, мы встречались с представителями Верховного Совета и правительства Абхазии в изгнании, то есть в Белесе. Грузия, безусловно, является стратегическим партнером Украины именно в контексте вот этих вопросов деоккупации, реинтеграции и вопросов европейской и евроанталитической интеграции. Мы сегодня довольно долго и плотно общались с абхазскими органами. Я думаю, что мы можем общими усилиями работать, в том числе и на международной арене. То есть я думаю, что этот вопрос, как органы, которые работают в Экзиле, мы так или иначе будем поднимать. Пока что еще сотрудничество в этом плане не идет? Ну, мы как раз вот сейчас закладываем основы для такого сотрудничества. Хорошо. Ну, дай бог, что через 6 лет мы встретимся, будет совершенно другая ситуация и вы уже будете в Крыму я не знаю, что-нибудь делать. Мы ждем украинский флаг над Симферополем и грузинский над Сухуми. Дай бог, дай бог. Спасибо.